Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о том, как сделать оформление профиля таким, чтобы оно сразу же продавало. Потому что на самом деле, помимо всех воронок, резов, ценностей и так далее, очень важно, чтобы ваш профиль был правильно упакован. Звучит это на таком, знаете, смм-ском языке, но это правда очень важно. То есть, как оформлен ваш профиль, какие там есть составляющие, очень сильно влияет на продажи. И сегодня мы поговорим чуть более глубоко, чем просто шапка профиля и так далее. Мы поговорим реально, что должно быть в релзах, в хайлайтах, в постах, в сторис, в шапке профиля, в том числе, что должно быть в каждом из этих составляющих контента, чтобы у вас профиль базово продавал. И дальше вы туда можете зашивать все воронки, продажи, продукты, и у вас будут гораздо больше конверсий покупать. Итак, погнали! Первое у нас есть – это шапка профиля. Что должно быть в шапке? Естественно, если вы эксперт, либо если вы бизнес, у вас в начале вашего аккаунта должна быть написана ниша, которой вы занимаетесь, и ваш город. Почему? Потому что если вы напишите свое имя, а вас еще пока что не знают, вряд ли вас кто-нибудь найдет. Если вы хотите получить первые заявки, и у вас там тысяча, две, три тысячи подписчиков, естественно, вам нужно указать свою нишу и ваш город, чтобы люди, потенциально ваши клиенты смогли вас найти. Дальше. Если мы говорим уже про наполнение шапки, то что там должно быть? Первое – это ваша цель, либо какой-либо челлендж. Почему вообще вот я сейчас говорю первое именно об этом? Потому что люди, если мы говорим про подписку, они подписываются и смотрят за вашим брендом, за вашим бизнесом, за вами. А в основном, потому что вы им нравитесь, потому что ваш контент им откликается. То есть вам нужно показать вообще, а что вы делаете. То есть какой-то челлендж, какой-то, может быть, у вас есть путь, какая-то большая миссия, цель. К примеру, вы хотите набрать 100 тысяч подписчиков, или, допустим, вы хотите, не знаю, озеленить всю планету, или сделать так, чтобы, допустим, помочь 100 женщинам. То есть придумайте себе какой-то интересный челлендж, который вы можете поделиться, и постоянно его, помимо того, что написать в шапке профиля, транслировать его в вашем инстаграме. Тогда на вас будет интересно подписаться, потому что нам всегда интересно подписываться на тех людей, чей путь, чьи ценности нам откликаются. Таким образом, вы можете привлекать дополнительную аудиторию и символировать людей на подписку. После этого, естественно, мы делаем шаг к какой-либо достижению. То есть достижение, которым вы можете гордиться. Либо вы сделали, допустим, запусков на определенную сумму, либо помогли, допустим, стольким ученикам, девушкам. Либо вы, допустим, сделали, там, у вас такой-то, такой-то оборот, если вы бизнесмен, либо у вас есть бизнес тоже, как бы, какой-то количественный показатель. Очень важно туда запихнуть цифры, чтобы люди вот-вот на цифрах, на жесткой, понятной структуре увидели, что вы уже сделали, чтобы, как бы, они начали вам больше доверять, как эксперту. Ну и после достижения, естественно, вы можете сделать призыв к действию. То есть призыв к действию может быть либо на консультацию, либо смотрели лзы, либо переходи в какой-то хайлайт, либо смотри YouTube-видео. То есть что-то, что нужно сделать дальше человеку. Может быть, на вас нужно подписаться почему-то по какой-то причине, либо посмотри какой-то рьюз, либо зайти в сторис. То есть какое следующее действие после того, как человек зашел на вас, подписался, ему нужно совершить. Нам нужно постоянно подсвечивать следующее действие человеку, потому что человек, когда заходит, он, ну, не всегда понимает, что ему нужно сделать. И таким образом вы можете ему легко помочь в этом. И чтобы вот самое главное сделать так, чтобы ваш клиент потенциальный, который на вас подписывается, он вообще вот, ну, ни секундочки не думал. И именно в этот момент тогда и рождается то, что человек переходит по вашей воронке. То есть вот последний пункт вашего, вашей шапки профиля идеальный, это какой-либо призыв действия. Не всегда на продажу, а он может быть на следующий шаг. Следующий хайлайт. То есть у нас как бы после того, как человек переходит в профиль, смотрит шапку профиля, он смотрит хайлайт. То есть что вообще там есть? А человек, какие есть кейсы, нужно ли у него покупать? Естественно, у вас должен быть отдельный хайлайт с вашими работами и кейсами. Но, друзья, не с отзывами. Отзывы – это как бы такая супер водянистая история, которая, да, вроде как помогает, если у вас там просто куча отзывов, там, допустим, и можно увидеть, вы знаете, как у Ольги Бузовой в Инстаграме, очень-очень много сториз. Вот. Конечно, как бы это просто покажет ваш, даже не профессионализм, а количество ваших отзывов клиентов. Но никто это никогда читать, естественно, не будет. Если вы хотите сделать реально, чтобы человек к вам прогрелся, а не просто увидел видимость количества ваших клиентов, что тоже, кстати, важно, вам нужно показать кейсы, то есть показать до-после, показать, сколько человек, допустим, заработал, как изменилась его жизнь, как качественно, как количественно изменилась его жизнь, может быть, какие-то эмоции. То есть нужно показать конкретных людей с ссылками, может быть, каких-то компаний, если вы работаете B2B, почему бы и нет. Вот. То есть нужно показать в хайлайте кейсы. Следующее – это триггерные хайлайты с проблемой. То есть какая-то проблема, если у вас будут все хайлайты, допустим, кейсы, мои ученики, мой путь, это будет супер скучно, никто никогда не посмотрит это. Но чтобы люди реально зашли в ваши хайлайты, нужно обозначить какую-то проблему. Допустим, вот у меня лично в профиле есть хайлайт такой, синдром самозванца, есть хайлайт стагнация. То есть по факту это какая-то проблема, которую люди, ну, в целом у себя тоже испытывают, и они потенциально хотят посмотреть, ой, а что у нее тоже цитата моя есть? Или, ой, а она как-то эту проблему решила или не решила? То есть они сразу видят такое негативное слово, им интересно, что же там есть? То есть какая-то проблема, которую вы решаете. Что важно делать в этих хайлайтах? Важно, помимо того, что вы, допустим, делаете хайлайт на какую-то там триггерную тему, например, я толстая, условно, вы показываете свой путь, как вы, допустим, там, из той формы, которая мне нравилась, пришли там с помощью тренировок в ту форму, от которой вы восторгнили. Вот. И помимо того, что вы рассказываете решение этой проблемы, даете проблему, решение этой проблемы вы прогреваете на свою личность и на себя, как на эксперта, и на свой продукт, ну, естественно, в дальнейшем. То есть вы показываете, допустим, вы даете решение какой-либо проблемы, допустим, чтобы вам заработать х2 от нынешней суммы, вам нужно снимать трилзы. Кстати, мои ученики по моей методике снимают трилзы, с помощью этого они получили, допустим, уже 5 клиентов за первые 3 дня. То есть таким образом вы показываете, решая проблему человека в хайлайте, показываете, что вы это уже делали, что у вас уже есть кейсы, и что к вам можно обрешаться. Таким образом человек просто, посмотрев хайлайт с решением проблемы, он просто берет и прогревается к вашей личности, к вашей экспертности и к вашему продукту. И после хайлайта он уже такой, типа, ну, я в целом готов что-то покупать. Именно поэтому у меня сразу же покупают, то есть на меня люди подписываются, и сразу же у меня покупают любой продукт, который я продаю, просто потому что они проходят по вот этой воронке контента. Следующее, что должно быть в хайлайтах, это пошаговые результаты и достижение цели. То есть если у нас были проблемы, которые мы решаем, то здесь мы даем наоборот, как бы, цель, которую мы можем достигнуть. К примеру, х2 в деньгах, идеальное тело, покупка миллион долларов. То есть вы показываете, как бы, как и проблемы, так же и точку бэйт человека, который потенциально он хочет достигнуть. Также в этих хайлайтах по такой же методике вы просто раскрываете, опять же, даете какую-то проблему, даете даже не проблему, а челлендж, ставите цель, даете путь достижения этой цели, и в путь достижения к этой цели вы впихиваете прогрев на вашу личность, на вашу экспертность, на вашу кейс и на ваш продукт, в конце которого вы, собственно говоря, делаете, допустим, призыв к следующему действию, либо записаться в анкету предзаписи, либо оставить заявку на премиальную программу, либо купить, допустим, ваш продукт прямо с хайлайта. И таким образом, имея, как минимум, эти два хайлайта, то есть помимо кейсов, вот как раз проблемные, которые решают проблему, и цели, которые помогают достигать целей людей, которые приходят в ваш профиль, вы можете закрыть вот как раз два сегмента аудитории, которые больше обращают внимание на проблемы и которые больше обращают внимание на достижение цели. И это не означает то, что какие-то люди хуже или лучше, это просто определенный склад ума, и некоторых людей триггерит больше как бы достижение цели, некоторых людей триггерит больше уйти от проблемы и избавиться от проблемы. Причем в разные периоды жизни у людей может быть как бы разный интерес. Поэтому, имея и такие, и такие хайлайты, вы закрываете все потребности вашей аудитории. Ну, естественно, хайлайт о вас, ваш путь. Ну, друзья, пожалуйста, не называйте этот хайлайт мой путь, потому что, ну, это уже вот, ну, уже у всех вот тут сидит. Назовите его как-то оригинально. То есть, допустим, мой хайлайт, мой путь называется жопа-ЛА. То есть, я показываю, как, грубо говоря, из условной жопы я добралась до ЛА, как я живу в Лос-Анджелесе, как все классно. То есть, Лос-Анджелесе это не просто город, это какая-то определенная точка бы, которая у меня сейчас является. Вот, и там я показываю, какие я трудности проходила, где я работала. Опять же, туда я зашиваю сейчас на свои кейсы, зашиваю свои прогревы, и с помощью этого триггерного заголовка люди с большей вероятностью идут в этот хайлайт, посмотрят его, прогреваются ко мне, узнают вообще, кто я, поймут мой путь и будут мне доверять в дальнейшем купить мои продукты, которые я буду продавать. Итак, идем дальше. У нас пост. У нас остался еще пост, сторис и релзы. Друзья, вот прям, пожалуйста, смотрите до конца, супер вообще важно понять, что куда мы вставляем. Итак, в посты мы зашиваем то, те смыслы, которые вы транслируете в сторис. Допустим, у вас есть определенные какие-то ключевые точки, к примеру, вы делаете прогрев, вы транслируете мысли, смыслы, допустим, смыслы про личность, про экспертность, еще про что-то. И в посте вы всегда закрепляете основные точки. То есть вы, допустим, вам не нужно каждый день писать гигантские посты, там, три шага, три там, еще чего-нибудь. В посте вы закрепляете основные информационные блоки, которые, или ценности ваши, которые вы доносите до аудитории. И таким образом человек может, ну, как знаете, как резюмирование, как, к примеру, у вас есть видео, а есть конспект к этому видео. Вот то же самое. Вы, допустим, в релзах, либо в сторис транслируете какие-то основные ценности, мы про это дальше поговорим. А в посте вы эти ценности как бы резюмируете, консервируете и сохраняете. Вот. Вот это то, для чего нужны посты. Посты не нужно часто писать, допустим, один-два раза в неделю, этого будет достаточно. Но, опять же, если мы говорим про активный прогрев. И, естественно, вам, друзья, всем нужен пост с кейсами. У меня, кстати, одна ученица была, она сделал пост с кейсами по моей методике. С помощью этого она просто за день заработала 400 тысяч рублей. Просто вот за пост с кейсами. И, на самом деле, это то, что реально круто работает. Вам нужно сделать пост с кейсами и закрепить его в профиле вначале, чтобы люди новые могли переходить, смотреть и с помощью этого дальше уже покупать. Естественно, в этом посте с кейсами вам нужно прикрепить призыв к действию. То есть, допустим, записаться на консультацию, заполнить анкету, либо написать какое-то ключевое слово в директе. Друзья, ну и, конечно же, мы переходим к рилзам. У нас остались рилзы и сториз. В рилзах нам нужно подсадить человека на наш контент. Они должны быть, ну, вот как бы реально зависимы от того, чтобы смотреть наш контент. Особенно, если вы делаете определенную рубрику, допустим, как у меня там продажник-человек или еще что-то. То есть, ваша задача сделать так, чтобы люди подписывались на ваш контент, и они ждали следующего видео. И таким образом они просто не смогут от вас вписаться, потому что это, как, знаете, подписка на журнал. То есть, может быть, ты не каждый журнал прям полностью листаешь, но ты понимаешь, что это какая-то стабильность. А мы все подсознательно хотим стабильности. Именно вот это вот создание стабильности, то, что каждый день или каждые два дня у вас выходит видео определенного формата, для людей суперклассно, они суперрадуются, и им как бы подсознательно вот эта вот стабильность, которую они всю жизнь хотели, они получают как минимум ее в вашем контенте. Поэтому это очень крутой лайфхак, чтобы люди на вас подписывались и оставались с вами надолго. Ну, естественно, в этих рилзах должны быть польза, экспертность. То есть, если мы говорим про посты, они закрывают основные смыслы. Если мы говорим про хайлайты, они рассказывают о вас, прогревают к вашей личности. Если мы говорим про шапку, шапка персонально показывает вообще, к чему вы стремитесь, какие у вас есть достижения, и дает такое первое касание. Про сториз мы дальше поговорим. То вот как раз рилзы, они показывают, насколько вы крутой эксперт, как вы себя ведете, какие знаниями вы обладаете, какие прикладные инструменты вы можете человеку дать. И с помощью этого он понимает, допустим, насколько крутой вы эксперт, насколько вам можно доверять именно как эксперту. Ну и, друзья, сейчас мы перейдем к сториз. Наверное, про сториз я буду говорить такими словами, что вот для многих сториз это тоже про экспертность, про какие-то вот такие вещи, но я считаю немного по-другому. И на самом деле вот это мое знание, оно очень сильно увеличивает продажи для меня, моих клиентов, блогеров, миллионников. Поэтому, друзья, вот реально очень советую прислушаться к следующим фразам, которые я буду говорить именно про сториз. Вот. Но перед этим, что хочу сказать, что сейчас у меня открывается запись на мой курс, предзапись на мой курс «Матрица продаж», продажи с первого взгляда. Там, в этом курсе будет, ну, просто невероятно много полезной информации, просто полная стратегия, полная система того, как вам зарабатывать с вашего блога, как вам внедрять туда воронки, как вам создавать контент, как делать воронку на контент. Вот как реально зарабатывать с вашего блога, привлекать аудиторию и привлекать бесконечный, стабильный, регулярный поток клиентов, которые будут сами вам писать, сами вам приходить и покупать уже за тот чек, который вы хотите. То есть, если вы хотите зарабатывать, там, минимум от 100 тысяч рублей и дальше со своего блога ежемесячно на постоянной основе, то я искренне советую вам перейти в предзапись. Вы после предзаписи сможете получить самые вообще лучшие условия по самым низким ценам. Ссылочку я оставлю в описании, но что я хочу сказать, что после предзаписи, если вы заполните анкету предзаписи, вы автоматически получите вам подарок, такой можно сказать, 5 продающих воронок, которые принесут вам деньги уже сегодня, если вы внедрите. Это вот офигенное видео, к этому видео будет конспект, просто, ну, невероятный, реально полезный такой урок. Вот после заполнения анкеты предзаписи, если вы хотите попасть на мой курс «Матрица продаж», то, пожалуйста, записывайтесь в предзапись и получайте этот офигенный бесплатный файл. И файл, и видео вот просто бесплатно дарю от души. Вот, поэтому записывайтесь в предзапись на мой курс. Кто давно хотел, буду вас очень ждать. Вот 4 месяца мне каждый день просто писали люди, что они хотят на мой курс, и наконец-то сейчас будет возможность на него попасть. Вот, друзья, давайте перейдем к сторису. И что же мы транслируем в сторис? В сторис как раз мы транслируем ваши ценности. То, почему люди к вам приходят. Я проводила кучу КСДов с разными экспертами, со своими экспертами, со мной лично. И я понимаю, что 85% людей принимают решение о покупке именно, именно, исходя из того, насколько ценности эксперты, насколько им откликается сам эксперт. Именно поэтому, если вы просто будете давать кучу полезной информации, никому это не будет интересно, вы не сможете продавать на большие чеки. Вы будете просто бесплатно энциклопедией. Ваша задача транслировать ваши ценности. Ваша задача понимать, а кто вы как человек, кто вы как эксперт, кто вы как бизнес, и какие ценности вы можете протранслировать. Вот, то есть ваша задача упаковывать эти ценности. Кстати, у меня будет отдельное видео на тему ценностей, как их транслировать. Круто. Но сейчас хочу вот немного предисловия рассказать вообще, как это делать. Вам нужно показывать это не прямым призывом, допустим, «Я классный эксперт». Показывать это через ситуации, к примеру, где вы встречаетесь с своим учеником, и он говорит «Какой вы классный эксперт». Или, допустим, если вы хотите протранслировать ценность семьи, сказать тоже, что для вас семья – это супер важно. Поэтому я, к примеру, такой вот психолог, для которого важна семья, и я очень люблю свою семью. Если вы просто так это скажете, ну, люди не воспримут это. То есть это, знаете, как в отношениях с парнем и девушкой. Парень принимает решение, но к этим решениям подводит его девушка. То же самое и вы. Вам нужно ваших, вашу аудиторию, ваших клиентов подвести к пониманию того, какие у вас есть ценности. То есть, допустим, про транслировать ценность семьи вы можете, показывая, допустим, как вы обнимаетесь со своими детьми, со своим мужем, или как вы готовите, допустим, себе и своей семье ужин, и вы все вместе садитесь и кайфуете от этого. Потому что это ваша традиция, что они сами будут принимать решение о том, что вы такой человек. Естественно, в сторис мы транслируем вашу повседневную жизнь, но не личную. Вот недавно я тоже созванивалась со своими, своей аудиторией, проводила КСДФ такой вот как бы, как опрос проводила, опрос знакомства. И одна девушка мне очень классную вещь сказала. Она говорит, блин, я боялась вести в сторис, потому что мне казалось, что мне нужно будет говорить про свою личную жизнь, что-то раскрывать. Я такая думаю, но я вот, ладно, тебя смотрю, и я понимаю, что ты настолько классно, интересно рассказываешь, что я просто смотрю каждую твою сторис, но ты никогда не говорил про свою личную жизнь. Я говорю, да, я не говорю про свою личную жизнь. И я на самом деле очень много каких-то мероприятий закрытых, каких-то встреч я не освещаю, потому что это мое личное, это нормально. Я рассказываю про себя, про то, какой я человек, про то, какой я эксперт, какие у меня есть ценности, какие у меня есть цели, но если я что-то не хочу говорить, я не буду этого говорить. Мне это не нужно делать. Ну то есть я искренне в том, что я хочу транслировать. В том, что я не хочу транслировать, я транслировать просто не буду. И ваша задача не транслировать все, что вот это все подноготную, ваших отношений, детей и так далее, это не нужно. Кто-то это делает, но это не обязательно. Ваша задача транслировать ваши мысли, ваши эмоции, ваши чувства, что вы испытываете. Вот знаете, такой лайфхак для сторис. Задавайте себе в конце дня, когда вы делаете сторис, или в течение дня вопрос, а что в течение сегодняшнего дня вас больше всего удивило? Что в течение сегодняшнего дня вас больше всего раскрыло? И вот на эту тему вещайте. Не нужно придумывать заранее, писать эти гигантские контент-планы Я против этого Я, конечно, буду рассказывать, как в целом нужно Какие ценности нужно транслировать И как это все упаковать в систему на курсе на своем Но я искренне считаю, что самое важное Делать все из искреннего порыба, что вам интересно И тогда аудитория и покупает у вас, и вовлекается И пишет кучу сообщений И к вам стабильно и регулярно приходят клиенты Именно из-за этого у меня получается У моих клиентов получается У моих учеников получается Вот, поэтому, друзья, вот такой вот вам лайфхак Такой, знаете, бесплатный лайфхак, который могу вам дать Очень крутой, задавайте себе такой вопрос И ваши сторис всегда будут суперинтересными, суперактуальными Ну, естественно, в сторис Ну, как не только в сторис Вообще, на самом деле, во всем своем контенте Особенно в сторис мы делаем инфоповоды Потому что люди сейчас на смыслы, ну, не очень клюют, честно То есть, если вы будете транслировать какие-то смыслы Особенно, если вы будете транслировать их не через ситуации, как я вам это рассказала А просто вот голыми смыслами Друзья, люди не будут это воспринимать Люди сейчас воспринимают какие-либо события То есть, события, инфоповоды, которые вы создаете Допустим, не обязательно переезжать каждый раз в новую, там, я не знаю, страну Или, там, покупать себе сумку Биркин Нет Но, конечно, это, да, тоже инфоповоды Но если у вас в этой жизни нету, ничего страшного Вы можете пойти в какое-то новое место Встретиться с каким-то новым человеком Сделать что-то новое в своей жизни Что вы, допустим, никогда не делали до этого Связано что-то с вашей сферой То есть, вам не обязательно, вот, реально прыгать с бубнами Вы можете просто для себя что-то сделать Что-то, что вы до этого не делали И это уже будет вашим инфоповодом То есть, инфоповод — это какое-либо событие Которое, как минимум, вас триггерит То есть, то событие, которое вы такие Вау, прикольно, интересно Подумайте, что является Таким событием для вас И сделайте это Сделайте это интересно Сделайте это, вот, знаете, с таким вовлечением самостоятельным И тогда люди будут вовлекаться в ваш контент И через это уже, как я уже говорила, транслируйте ваши ценности, ваши смыслы, ваша ситуация Вот, это то, что нам нужно транслировать в сториз Итак, у нас есть на самом деле Хайлайты, посты, шапка профиля, релизы и сториз И сегодня вы поняли, что в каждом из этих единиц контента нужно транслировать Если вы сегодня сделаете конспект этого YouTube-видео Вы реально очень много всего для себя возьмете Но это, я вам так скажу, знаете, 2% из того, как нужно создавать контент Чтобы он залетал, чтобы он был максимально продающим и классным То есть, я люблю давать много пользы Но я просто понимаю, что у меня столько знаний У меня столько системы и структуры Что, сколько бы я ни дала, еще есть куча всего Что будет дальше на моих премиальных продуктах На моем курсе «Матрица продаж» Предзапись, которую я уже открыла Друзья, поэтому, если вы хотите зарабатывать с Инстаграма Делать это регулярно, делать это своей работой Чтобы вы только, допустим, этим занимались Кайфовали от этого, получали кучу клиентов стабильно Чтобы они вам сами писали Чтобы вы были вот реально независимым человеком Путешествовали куда хотите, работали с кем хотите Получали деньги, сколько вы хотите, зарабатывали Потому что это все реально Покупали себе там все свои хотелки Вот реально я приглашаю вас на свой продукт «Матрица продаж» Продажи с первого взгляда Вы можете записаться в предзапись Под этим видео у вас будет ссылка После регистрации предзапись Вы получаете бесплатный вот подарок от меня Пять простых продающих воронок для Инстаграма Это видео плюс файл Вот И, естественно, в предзапись у вас есть возможность Зайти на мой курс По самым вообще лучшим условиям Просто вот, ну, реально Я считаю, что Кто хочет зарабатывать в Инстаграме Вам вот обязательно это нужно Ну, это реально Вот я сама буду проходить свой курс Потому что я сейчас его, когда дописываю, доформироваю Я понимаю, насколько он крутой и мощный Поэтому, друзья, регистрируемся в предзапись До новых встреч Развивайте свои Инстаграмы Развивайте свои блоги Продавайте И живите свою самую счастливую, богатую, денежную жизнь И увидимся на курсе «Матрица продаж» Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok